Продолжаем. Давайте я напомню вначале, на чем остановились вчера. Вчера остановились на том, что начали разбираться с тем, как устроены локальные алгебры, доказали, что пока у нас все на С, точнее не пока, а уже. И мы доказали, что если алгебра А локальна, то есть имеет единственный максимальный идеал, это равносильно тому, что А представляется как прямая сумма векторных пространств, не алгебр, константы, единица умножить на все элементы поля С, и единственный максимальный идеал М, где все элементы М нельпатентны. М состоит из нельпатентов, а все элементы из А без М обратимы. То есть вот есть такая интересная альтернатива. Каждый элемент либо обратим, либо нельпатентен. Ну это не всегда так, например, в кольце целых чисел почти все элементы не обратимы и не нельпатенты. Но вот здесь оказалось, что это так. Давайте я приведу пару примеров, которые показывают, что это не совсем тривиальный результат. Во-первых, почему важно, что это поле С, что это поле алгебрический замкнут. Над R такая теорема неверна. Если мы возьмем в качестве алгебры А просто комплексные числа, но посмотрим на них как на алгебру Надер, то есть это будет двумерная алгебра над полем вещественных чисел, то тогда у нее единственный максимальный идеал будет ноль. А наше поле, у нее все ненулевые элементы обратимы, у нее вообще идеалов нет, нетривиальных. Поэтому единственным идеалом, и он будет, соответственно, максимальным, будет ноль. Поэтому она локальна. Но если бы вот такая теорема была верна, то это бы означало, что А равняется константой вещественные числа, то есть вещественная ось, плюс ноль. Ну а это, конечно, не так. Поэтому вот ровно такую теорему нельзя доказать над вещественными числами. Еще один пример. На самом деле, вчера было очень приятно, потому что многие слушатели обсуждали, решали задачи, задавали вопросы. Эти вопросы как раз мотивируют эти комментарии. Еще одно замечание, которое прозвучало от слушателей. Любая конечномерная алгебра локальна. Нет. Иначе просто интересно бы не было. Самый простой пример, на самом деле, вчера уже был в начале лекции. Если возьмете алгебру С плюс С, прямую сумму, вот не как векторных пространств, а как алгебра, когда мы по компонентному умножаем, в ней будет не один максимальный идеал. Кто будет в ней максимальными идеалами? Например. С плюс 0. Можно взять, скажем, первый максимальный идеал. Это будет С плюс 0. Ну, а второй там 0 плюс С. То, что это идеал очевидно, у нас же умножение по компонентное, поэтому если на первой компоненте 0, то там на что не множь, всегда будет на первой компоненте 0. Ну и сумма умножения на скаляр, эти все множества это выдерживает. Поэтому и это, и это будет идеалом. Почему максимальным? Ну, по разным соображениям. Например, по соображениям размерности. Потому что все двумерно, а эти идеалы одномерны. Или, так более ученым, если вы решали задачку, то, скажем, фактор нашей алгебры по идеалу М1 будет чем? С, то бишь полем, а мы решали задачку, что если фактор поля, то этот идеал максимальный. Вот, поэтому вот это пример нелокальной алгебры, когда у нас несколько максимальных идеалов. Сейчас у меня план такой. Я сейчас докажу два утверждения про локальные алгебры. Одно про локальные алгебры, другое про любые алгебры. А потом в конце немного поговорю про классификацию локальных алгебр. Вначале такое разминочное утверждение. Начнем с определения. Давайте определим степень идеала. Пускай у меня и в какой-то алгебре идеал, тогда его степень, ну, например, катая и в степени К. То сразу разные варианты возникают. Либо все его элементы в К-тую степень возводить, но это совсем нехорошо. Либо рассматривать произведение длины К, элементов из идеала И. Но тогда непонятно, почему это под пространством. Поэтому давайте возьмем линейную оболочку произведений длины К, где АИТа принадлежат К. То есть мы разрешаем умножать ровно К элементов и потом складывать, ну, брать линейные комбинации вот таких элементов. Это будет под пространство по определению, потому что это линейная оболочка. Но почему это будет идеалом, если это вы затеете на что-то умножать, то, например, первый множитель, поскольку он лежит в идеале, он обладает этим засасывающим свойством, он съест то, на что вы до множителя. Вы просто его можете включить, да? Скажем, когда вы B умножите на А1 и так далее АК, вы это можете написать как BА1, а дальше А2 и так далее АК. АБА1 он тоже лежит в идеале. Поэтому это опять будет произведение длины К. Верно? Поэтому легко проверить, что вот, собственно, мы и проверим, что эта штука идеал. Ясно, что она лежит в К, в И. И вот сейчас я хочу доказать такое, сейчас я сбегу туда за мелом, хочу доказать такое разминочное утверждение, что если и состоит из нильпатентов, и конечномерен, то существует такое АК, что И в степени К равно нулю. То есть, если все его элементы в каких-то высоких степенях равны нулю, то все достаточно длинные произведения тоже равны нулю. Это так сразу не очевидно, но все-таки легко. Давайте воспользуемся условием, что он конечномерен, пускай и у меня есть линейная оболочка А1. Опс, у меня тут. Да, А1, АМ. В этой нуке надо быть очень аккуратно, порождая в каком смысле. У нас есть три сорта объектов. У нас есть векторное пространство, у нас есть алгебры и у нас есть идеалы. И каждый из них можно порождать в своем смысле. Порождать как векторное пространство, это означает, любой элемент является линейной комбинацией данных элементов. Порождать как алгебру, это означает, что любой элемент есть многочлен от данных элементов. И порождать как идеал, это опять означает, что любой элемент есть линейная комбинация, только с коэффициентами не в поле, а в нашей алгебре. Вот сейчас я, поскольку знаю, что идеал и конечномерен, я беру его базис как векторного пространства. Беру его порождающее, так что любой элемент является их линейной комбинацией. И тогда я знаю, что существует такое М, что А1 в степени М равняется АН в степени М равняется нулю. Ну, вы, конечно, скажете, что это нечестно, потому что для АИТ их эти М могут быть свои. Ну, можно взять максимум, это понятно. Поэтому можно считать, что М одно и то же для всех этих АИТ. И теперь я хочу подобрать такое К, чтобы произведение вот К элементов нашего идеала было равно нулю. Какое К возьмем? Ну, сейчас сообразим. Даже НМ надо много. Давайте возьмем НМ, хотя можно меньше. Тогда вот у меня будет произведение К элементов. Лямбда 1 А1 плюс и так далее плюс лямбда Н АН. И вот таких скобочек будет К. И здесь будут мю 1 А1 плюс и так далее плюс мю Н АН. Я уже не буду плодить немеряное количество индексов. Ну, вот много-много скобочек, К штук. Когда я их открою, скобки разные, это же не степень одного элемента, это произведение каких-то разных К элементов. А каждый элемент моего идеала является вот такой линейной комбинацией. Когда я их открою, я получу такие суммы, тут какие-то множители, гамма, а здесь у меня будет А1 в степени И1 и так далее АН в степени ИН. И чего мне хочется? Мне хочется, чтобы И1 было больше или равно, чем М, или И2 было больше или равно, чем М и так далее, или ИН было больше или равно, чем М. Вот если хоть один показатель степени здесь больше или равен М, то все, привет, потому что любое АИТ в МТ степени равно нулю. Верно? Ну и все. Значит, если сумма этих И1 и М достаточно велика, ну вот такая годится уж точно, то как минимум один из индексов будет больше или равен М, и значит произведение будет равно нулю. Все, доказали. Это просто техническое утверждение, которое нам потребуется сейчас. А сейчас мы докажем менее техническое утверждение о том, как все-таки представлять локальные алгебры как фактор алгебры и алгебры многочленов. Мы прошлый раз поняли, что любая конечномерная давайте я начну писать и параллельно вспомним. Любая конечномерная а сейчас я еще хочу и локальная алгебра а над С представимое видим фактор алгебры алгебры многочленов x1, xn фактор по идеалу. Все идеалы конечно порождены, поэтому идеал порождается какими-то многочленами f1, fm. Так в жизни бывает. Я вчера так гневно осудил этот способ представления алгебры, потому что я объяснил, что он крайне неоднозначен, вообще непонятно, как с ним работать. Но потом так подумал, да не, нормально. Просто других вариантов не просматривается, поэтому будем с этим способом работать. но сейчас я хочу сказать, что эти многочлены f1, fm чего мне хочется? Мне хочется конечномерности этой фактора алгебры и мне хочется локальности этой фактора алгебры. Поэтому эти многочлены можно выбирать достаточно специальными. Где f1, fm многочлены без свободных и линейных членов и среди них есть x1 в степени какой-то s1 и так далее xn в степени я не говорю, что такое представление единственное. Я не говорю, что если алгебра локальна, то она представляется обязательно так. Я говорю только одну вещь, что для каждой локальной конечномерной алгебры как минимум одно такое представление существует. Что этот идеал порождается многочленами, которые начинаются с квадратичных членов и в число этих многочленов входят все буквы в чистом виде. Какая-то буква в одной степени, другая буква в другой степени и так далее. Что-что? Буквы в чистом виде штук. Но вот это М может быть больше, чем Н, потому что там не только буквы в чистом виде, а еще какие-то многочлены могут быть. Но все буквы в чистом виде встречаются. И обратно все такие алгебры конечномерные и локальные. И это уже хорошо. То есть если я написал произвольную фактор алгебры в таком виде, где у меня порождающие идеалы такие, то окей. Тогда я уже априори знаю, что она конечномерная и локально. Сейчас мы начнем доказывать эти утверждения. А вот те доказательства, которые пойдут раньше, это все факты, конечно, классические, хорошо известные, но доказательства я придумывал сам, а поэтому они наверняка ошибочны. Предлагается активно думать над тем, где в них ошибки. Потому что придумывались еще в пересеченной местности. Но тем не менее я попробую их рассказать. Так вот, поехали. Доказываем в эту сторону. Пускай у меня вот алгебра А конечномерная и локальна, тогда я уже знаю, я доказал, что она есть С плюс М. И я хочу выбрать А1АМ внутри идеала М. Так что они порождают алгебру То есть любой элемент алгебры А является многочленом от них. Да, оно будет тем же самым, что количество переменных. Я же сейчас буду строить это представление, поэтому у меня пока нет никакого количества переменных, и я его возьму равным вот этому самому М. Во-вторых, они порождают идеал И, идеал М, в смысле, как идеал, что любой элемент идеала является комбинацией линейной этих элементов, коэффициенты, какие-то элементы алгебры. И, в-третьих, никакой собственный поднабор этого набора этими свойствами не обладает. они одновременно должны быть порождающими алгебры, как алгебры, и порождающими идеала, как идеала. Почему такое бывает? Ну, потому что я могу вначале поступить наивно. Вот у меня этот М, это конечномерное векторное пространство, я беру просто базис этого М, как векторного пространства. вначале в качестве А1АН. Тогда они, конечно, порождают его как алгебру, потому что любой элемент есть константа, то есть, там, единицу умножить на лямбда, плюс линейная комбинация этих Ашек. Значит, любой многочлен, любой элемент это многочлен Ашек. И любой элемент идеала это просто вот линейная комбинация с числами в качестве коэффициентов элементов А. Поэтому базис идеала М является набором, который удовлетворяет и первому, и второму свойству. И порождает алгебру, и порождает идеал. Успеваете понимать, господа? алгебру как алгебру? Да, вот алгебру как алгебру, идеал как идеал, вот эти налево, эти направо, у нас очень жестко с этим. нет, 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 я не про это. Порождать как идеал и порождать как алгебру это совсем разные вещи. Когда вы порождаете как идеал, вам разрешается задействовать другие элементы алгебры. Вы пишите А1 умножить на Б1 плюс и так далее плюс АН, БН, где Бшки это любые элементы алгебры. когда вы порождаете как алгебру вы можете брать только многочлены от этих элементов числовыми коэффициентами другие элементы вам нельзя привлекать это совершенно разное понятие но базис идеала m он порождает и алгебру и дел единственно что он конечно может быть не минимальным собственные его подможества тоже могут обладать этим свойством но поскольку он конечен то будем переходить к собственным подможеством которые обладают этим свойством не в какой-то момент найдем самое маленькое собственное подможество которое обладает этим свойством ну вот оно и будет тем чем мы хотим понятно отлично значит тогда раз мы это выбрали мы представляем нашу алгебру как фактор алгебру алгебры многочленов по некоторому идеалу где это представление возникает из теорема гомоморфизме гомоморфизмой как и в прошлый раз фи будет бить из алгебры многочленов и он будет каждую переменную эксперт отображать вот в эту самую аитую которая только что выбрал и зафиксировал а идеал им будет ядром и он как раз будет вот конечно порожденным идеалом порожденным какими-то f1 fm почему такой гомоморфизм будет все реактивен благодаря тому что элементики а 1 а n порождают что порождают алгебру поэтому такое отображение из алгебры многочленов а будет все реактивным понятно и значит потерями а гомоморфизме образ то бишь а изоморф на вот таком фактор алгебре теперь давайте разбираться является ли это тем представлением которое мы хотим формулировки во первых вот у меня идеал м он порождается а 1 а м я утверждаю что у всех и в житых нет свободных членов очень много не целью сиротам не видно эти каракули которые пишутся давать так сообразим почему вы фитых нет свободных членов если бы какого-то f этого был бы свободный член дать напишу все таки вот у меня fg ты вот у него есть свободный член лямда а дальше ну это какой-то элементик от иксов и это мой фактор алгебре да поэтому когда я вместо иксов подставлю ложки я получу что лямда лежит в идеале и значит тогда получается что лямда лежит в идеале а это плохо лямда у меня не нулевая константа это обратимый элемент если он попал в идеал то значит идеал совпал со всем кольцом а все-таки у меня идеал собственный максимальный он должен не совпадать со всем кольцом значит мы поняли что нет свободных членов теперь почему лежат давайте этот почему лежат степени букв нет смотрите в ядре лежит fgt и я предположил что у fgt его есть свободный член а те его члены к которые кроме свободного я собрал вот в этой fgt с ноликом поэтому так сразу непонятно почему fgt с ноликом равно нулю а я же факторизую не по идеалу m поэтому элементы идеала m они не лежат в ядре нашего гомоморфизма поэтому тут немножко другое рассуждение давайте сообразим почему здесь есть степени всех переменных этого сообразить нельзя потому что это неверно там может быть и нет степени всех переменных но их можно туда добавить давайте сообразим значит поскольку а 1 и так далее а н ниль патентного а существует такие с и т что а 1 в степени с 1 равняется нулю и так далее а н в степени с н равняется нулю я сейчас не хочу выбирать один показатель на всех я возьму каждого свой индивидуальный вот самый маленький а это означает что фактор алгебры а что вот элементы x 1 степени с 1 и так далее x n в степени с н лежат в идеале потому что в алгебре равно нулю в точности то что в алгебре многочленов в прообразе лежит в том идеале по которому мы факторизуем поэтому необязательно вот эти степени иксов попали в идеал но я могу добавить в не не обязательно попали в число образующих они попали в идеал не обязательно в число образующих Но я могу добавить x1 в степени s1 и так далее, xn в степени sn в число образующих идеала. Я же не говорю, что такое представление единственное или каноническое. Вот я взял идеал, он чем-то порожден. А потом я взял еще какой-то элемент из этого идеала, захотел добавить его в число образующих. Да, пожалуйста, идеал будет тот же самый. Поэтому я их добавлю и получу как раз такое представление, которое я хочу, чтобы тут были все степени букв. Ну и, наконец, почему нет линейных членов. Это немножко более хлопотно, но давайте сообразим. Пусть есть, пусть в каком-то f и там есть свободный, есть линейный член. Ну, что такое линейный член? Это сумма каких-то x-итых с числовыми коэффициентами. Тогда я получу уже в алгебре А, что А и т равняется... Вот есть линейный член, вот пускай x-итая в него входит. Я подставлю вместо x-ов элементы А нашей алгебры, тогда многочлен станет равен нулю в алгебре, потому что он лежал в идеале, это соотношение. И я вот А и т умножить на какой-то числовой коэффициент оставлю слева, а все остальное перенесу вправо. Понимаете, господа, да? От того, что я буду писать, будет непонятнее, такой сеанс медитации. Все должны закрыть глаза и представить. Представьте себе, господа, вот у вас есть многочлен. Линейного свободного члена у него нет. У него есть линейные члены. Мы взяли какую-то букву x-итая, которая входит в этот линейный член. Подставили вместо всех x-ов а-шки, получили ноль. Вот эту а-итая, которая была слева, оставили слева, а все остальное перенесли вправо. Вправо получатся члены двух типов, которые делятся на а-итая и которые не делятся на а-итая. Правильно? Поэтому пусть здесь у меня будут члены какие-то а-итая умножить на f плюс g. Вот, да, извините, плохо. Пускай это будет f-g-t. Конечно. Номер многочленный, номер переменной, они разные. Вот. Я взял какую-то переменную, которая появилась в линейном члене, и она была на какую-то лямбду умноженную. На эту лямбду разделил и выразил через остальные. Где g не зависит от а-итая. То есть я вот собрал в первый член все, что делится на а-итая и вынес а-итая. f-то, оно может зависеть от а-итых. Там а-итая могла входить в высоких степенях, поэтому, пожалуйста. Но вот в g никаких а-итых уже нет. Понятно. Что я делаю дальше? Я переношу теперь это все в одну сторону. А-итая единица минус f равняется g. И теперь я смотрю на этот самый единица минус f. Смотрите, у f-а нет свободного члена. Почему? Потому что что такое был бы свободный член f? Я бы его умножил на а-итая, и я получил бы линейный член а-итая. Но линейный член а-итая, вот он, я его тут оставил. Поэтому у f-а нет свободных членов. Поэтому f нильпатент. Он там сумма произведения каких-то а-шек, а мы знаем, что сумма произведения а-шек, они все нильпатенты. Поэтому он нильпатент. А я знаю, что константа, ну, обратимый элемент, плюс нильпатент, он обратим. Значит, вот к этой радости есть обратимый элемент, обратный элемент. И я отсюда делаю вывод, что а-итая равняется g умножить на единицу минус f в минус 1. Господа, кто-то еще что-то понимает? И на самом деле это немножко победа. Почему? Потому что я же хочу прийти в противоречие с минимальностью. Я сказал, что а1, аn – это такая минимальная система порождающих. А тут я бац, и а-итая через что-то там выразил. Если кто-то еще что-то понимает, то скажите, что это плохой аргумент, то, что я сказал. Конечно. Потому что f-то он может зависеть от а-итая. И это такая пирова победа, потому что я выразил а-итая с участием а-итая, это мне а-итая не исключает. Правильно. Но тут главное никогда не сдаваться. То есть время ограничено, доказать надо, поэтому идем на пролом. Берем любой элемент. Берем любой элемент алгебры А или идеала И. или идеала М, простите. Выражаем его через а1, ам. и вместо а-итая подставляем это выражение. То есть у нас есть как бы две задачки. Надо порождать как алгебру, надо порождать как идеал. И мы ведем параллельно два рассуждения. Мы берем любой элемент алгебры, выражаем как многочлен от а-итых, и берем любой идеал идеала и выражаем как линейную комбинацию а-итых. И вот везде, где у нас появился а-итых, подставляем вместо него правую часть этого выражения. И дальше два варианта. В каких-то членах а-итые исчезают. Это же такой длинненький многочлен, да? У него много членов. Какие-то не зависят от а-итая, а какие-то зависят от а-итой. Значит, в каких-то членах а-итая исчезает, а в каких-то растет степень. Потому что, глядя на это, вы легко поймете, что здесь нет а-итая в первой степени. Здесь, если а-итая встречается, то она умножается на какие-то другие элементы отжитая, и уже это не линейные члены. И мы продолжаем этот процесс. Вот у нас есть какой-то многочлен от а-итых. Мы увидели а-итая, шлеп, подставили это выражение. Оно там развалилось на большее число членов. В каких-то членах а-итая пропало, в каких-то членах а-итая осталось, но степень выросла. Мы шлеп туда опять это выражение а-итая. Понятно. Почему этот процесс закончится? Степень растет, а как только число умножителей в каком-то члене превысит вот то к, которое у меня было в утверждении, это же нельпатентный идеал, там произведение k-элементиков всегда будет равно нулю. Как только степень какого-то члена дорастает до k, это уже нулевой элемент, про него можно забыть. И за конечное число шагов я избавлюсь от а-итая. То есть вот тут мы доказали, что действительно квадратичных членов нет, иначе это будет не минимальный набор, а мы считаем, что нет линейных членов, иначе это будет не минимальный набор, а мы считали, что набор минимальный. Почему здесь не может быть а-итая линейного? Ну, да, просто а-итого умножить на а-итого умножить на? Только на какие-то другие а-итые. Это может быть. Но у такого члена по совокупности переменных а степень выше, чем у а-итые. Вот я смотрю на многочлен от буквочек а1 и так далее, а-н. У него есть какие-то вот линейные члены от а-шек, и есть там члены более высоких степеней. Тут может быть а1 умножить на а2 и умножить на а3. Но вот где-то у меня в моем выражении встретился а1, а я в него подставил вместо а1 а1 умножить на а2 умножить на а3. От этого степень этого члена строго выросла. И я продолжаю этот процесс и в какой-то момент получу 0. В общем, предлагается над этим подумать. Нет, может быть, конечно, а1 умножить на а2, а1 в первой степени в правой части может встретиться. Так, ну и теперь в другую сторону. В другую сторону должно быть легко. А, многочлен. Потому что у меня же существует обратный в нашей алгебре, а в нашей алгебре ничего, кроме многочленов, нет. Когда мы вот боролись за то, чтобы доказать, что обратимый плюс нильпатент обратим, это как раз мы доказывали, что обратный лежит в этой алгебре. А в этой алгебре все элементы многочлена от ашек. Она порождается ашками. Это правильный вопрос, да. Когда вы видите дробь, это не обязательно дробь. Это может быть многочлен. Вот в данном случае. Хорошо, в другую сторону. То есть что нам дано? Нам дана вот такая фактор алгебры, где вот эти элементики f вот такие. И надо доказать, что она конечномерная и локальна. Поехали. Во-первых, поскольку я считаю, что x1 в степени s1 и так далее, xn в степени sn лежат в моем идеале i, по которому я факторизую, то я получаю, что их образы, давайте я обозначу через аитое, это образы x и так в а. На самом деле в алгебре, конечно, люди часто одной и той же буквой обозначают и элементы x1 и xn, как элементы алгебры многочленов и их образы после факторизации, то есть их классы фактор кольца. Но поначалу лучше различать, чтобы не возникла путаница. Поэтому x1 и xn, это у меня такие вот свободные переменные, это элементы алгебры многочленов, а ашки, это их классы после факторизации. Так вот, вот эти ашки в алгебре А нельпатентны, ну, потому что они вот в какой-то степени лежат в идеале, значит, факторы алгебрии равны нулю. А значит, идеал М, который ими порожден, он состоит из нельпатентов. Это задачка, которую мы решали в прошлый раз. Нельпатент на что хочешь множь, будет нельпатент, складывай нельпатент и будет нельпатент. Значит, он полностью состоит из нельпатентов. Ну и значит, мы понимаем, что наша алгебра А есть сумма С плюс М. Константы с нельпатентами не пересекаются, поэтому сумма прямая. И поскольку любой многочлен до факторизации был суммой свободного члена и многочлена без свободного члена, то значит и здесь любой элемент представится как константа плюс кто-то, кто лежит в идеале порожденный ашками. И мы получим такое разложение в прямую сумму. Теперь конечномерность. Дайте соображать. Поскольку я знаю, что у меня А1 в степени С1 равняется и так далее, АНСН равняется нулю, то отсюда следует, что любой маном А1 в степени И1 и так далее, АН в степени ИН, где и первое больше ли равно С1, или и второе больше ли равно С2, и так далее, или ИНТ больше ли равно СНТМУ, любой такой маном равен нулю. Если хоть один совмножитель равен нулю, у нас алгебрия, то и произведение равно нулю. А таких маномов, у которых И1 меньше С, И2 меньше С2, и так далее, ИН меньше СН, их конечное число. Только конечное число маномов отлично от нуля. Ну, а значит алгебра конечная мерка. Она же есть линейная оболочка маномов от порождающих. А если только конечное число маномов отлично от нуля, то она есть линейная оболочка конечного числа маномов. Значит алгебра конечная мерка. Все, господа, доказали. Если подумаете, я надеюсь на лучшее всегда. Надо быть оптимистом. Скажите громко. Где мы пользуемся тем, что с этими зонами свободно? А когда конечная мерность доказывали? Да? Нигде. Когда обратную сторону доказывали? Сейчас, сообразим. А, ну смотрите. Ну не то, что мы этим пользовались. Но просто это, если... Давайте задумаемся. То, что нет квадратных членов, то, что нет линейных членов, точно нигде не пользовались. Но если теперь предположить, что у каких-то из этих элементов есть линейный член, ну тоже все будет верно. Просто фактор алгебра будет нулевой. Почему? Потому что вот мы сообразили, что образы иксов это нильпатенты, а с другой стороны, если у какого-то аэфа есть свободный член, то опять константа равна нильпатенту. Значит, константа лежит в этом идеале, и фактор алгебра будет просто нулевой. То, что будет верно, просто неинтересно. Ну или нет, будет неверно, потому что мы считаем, что у локальной алгебры есть единица. А если мы факторизуем алгебру многочленов по алгебре многочленов, получается вообще нулевая алгебра. Ну как бы нехорошо. Мы считаем, что должна быть единица. Так, господа, я делаю совершенно самоубийственную вещь. В Дубне доказывать технические утверждения, это ну вообще просто... Поэтому я очень быстро перестану. Я прошу прощения. Я еще одно докажу и больше не буду. Хорошо? Но еще одно все-таки попробую как-то немножко доказать. Но чтобы возникло какое-то ощущение, как люди с такими алгебрами работают. Следующее, последнее техническое утверждение будет теорема, за которую, собственно, шла борьба, которую я уже формулировал, о том, что любая конечномерная алгебра разлагается в прямую сумму локальных и такое разложение однозначно. Пусть А конечномерная алгебра конечномерная. Давайте напишем для порядка коммутативная, хотя у нас все алгебры коммутативные. алгебра на С. Тогда А разлагается в прямую сумму А1АР. А1АР – это прямая сумма алгебр, а не подпространство. А ИТ локальны. И слагаемые определены однозначно. Однозначно. с точностью. Давайте подумаем. Я тоже вначале написал до изоморфизма. А потом сейчас вот подумал, они же так внутри А сидят, они прям под алгебру внутри А. Поэтому они не то, что там где-то абстрактно чему-то изоморфны. А поскольку они вот внутри А сидят, то я считаю, что они определены однозначно с точностью до порядка. Ну, конечно, там можно написать 1 плюс А2, а можно написать А2 плюс А1. Это будет одно и то же. Алгебра будет изоморфна. Сейчас я попробую вас убедить в том, что они вот однозначно определены, вот как сидящие внутри А подпространство. А если окажется, что неправильно, тогда будем исправляться. Но если они определены однозначно, то внутренний автоматизм будет их сохранять, тоже будет их переставлять. Вот, скажем, базис определён неоднозначно. Вы можете на плоскости выбрать вот так, две прямые, на которых лежат базисные векторы, а можете вот так. Тут мне кажется, что эти под алгебры, их нельзя поворачивать, что они определены однозначно. Но сейчас мы в процессе доказательства вместе над этим подумаем. До того, как доказывать, я хочу сделать несколько замечаний. Замечание первое состоит в том, что вот у меня в прошлый раз возникали такие замечательные операторы L-A, которые били из А в А и которые каждому элементе Ку-С сопоставляли А-С. Просто вот линейный оператор умножения на А слева. Тогда под пространством Уф-А инвариантно относительно всех операторов L-A понятно, что такое инвариантно. Под пространство инвариантно относительно оператора. Если берем вектор из подпространства, применяем оператор, остаемся внутри подпространства. Понятно. Так вот, подпространство инвариантно относительно всех вот этих операторов умножения слева, это в точности... Левый идеал. Кто? Левый идеал. Идеал. У меня нет левых, у меня коммутативных. Это идеалы. Это равносельно тому, что У идеал. Вот. Ну почему? Потому что идеал это подпространство, которое вот замкнуто относительно умножения на любые элементы. Поэтому инвариантное подпространство тут это то же самое, что и идеалы. Ясно. И второе замечание я хочу здесь сделать, просто напоминание. Из линейной алгебры я, как говорится, крайне извиняюсь перед теми людьми, кто еще не изучал линейную алгебру, но тем не менее, хотя бы на уровне определения, я думаю, можно воспринять. Определение. Пусть у меня L из V в V линейный оператор какой-то. Это уже не оператор линейного умножения, я потом буду применять к операторам умножения. Это просто какой-то линейный оператор на каком-то конечномерном пространстве. И лямбда его собственное значение. Мы с вами в прошлый раз напоминали, что собственное значение это корень характеристического многочлена. Это такое число, что если его отнять от оператора по диагонали, от матрицы оператора, то получится выраженный оператор. Тогда мы определим корневое подпространство. его обозначают V с индексом лямбда вверху. Это будут такие V из V, которые аннулируются. Вот если бы я написал, что они аннулируются L минус лямбда умножить на единичный оператор, то я бы получил просто собственные вектора. Это было бы не корневое, а весовое подпространство. Такие вектора V, которые под действием оператора L умножаются на лямбда. Или то же самое L минус лямбда их аннулирует. А я хочу немножко побольше подпространства, корневое. Это означает, что некоторая степень этого оператора аннулирует вектор V для некоторого M. То есть это такие вектора, на которых оператор L минус лямбда действует не нулем, может быть, но не патентно. В какой-то степени он уже будет их аннулировать. Е это единичная матрица. Это тождественный оператор, который каждый вектор переводит сам в себя. Вот такое определение. Рассматриваем все вектора, на которых L минус лямбда е действует. Это называется природа с нами. Это как раз процесс доказательства теоремы жардановой нормальной формы. Вот все жардановые блоки, отвечающие данному значению лямбда, вот то, на чем они действуют, как раз и будет корневым подпространством. И теорема из линейной алгебры, которая доказывается в процессе подготовки к получению жардановой нормальной формы оператора, она говорит, что если лямбда 1 и так далее, лямбда k, на собственное значение оператора L, то пространство V распадется в сумму прямую соответствующих корневых подпространств. То есть это в том случае, если V конечномерна, а эти лямбда ездят на блок? Да. Во-первых, когда я пишу собственное значение, я имею в виду, конечно, все собственные значения. V у меня всегда конечномерно, других не рассматриваю. И тогда имеет разложение вот такого сорта местного. Вот если оператор диагонализуем, это означает, что на самом деле вот это M писать не надо, что все распадется в прямую сумму весовых подпространств. Но поскольку вот не все операторы диагонализуемы, бывают такие настоящие жардановые нормальные формы, то все распадется в прямую сумму не весовых, а корневых подпространств. Вспомнили это дело и теперь готовы доказывать нашу замечательную теорему. Давайте я этот ужас сотру про фактор алгебры и напишу другой ужас. Доказательство будет состоять из двух частей. Во-первых, существование того, что алгебру А можно вот так разложить в прямую сумму локальных под алгебр. На самом деле эти штуки будут идеалами. Когда вы берете прямую сумму алгебр, то каждая слагаемая – это идеал. Что можно разложить вот так в прямую сумму идеалов, а второе будет единственность. Существование мы начнем с такой леммы. Алгебра А распадется в прямую сумму подпространств, где для любого АСА каждая выитая инвариантно относительно ЛА и лежит в корневом подпространстве для ЛА. Сейчас чуть-чуть задумаемся перед тем, как доказывать. Утверждается, что алгебру А можно развалить в прямую сумму подпространств. Так что каждое из этих подпространств будет инвариантно относительно каждого из операторов умножения на А. То есть каждое из подпространств будет идеалом. И вторая вещь – не то чтобы эти подпространства – это будут корневые подпространства для каждого ЛА. Это слишком. Но каждый из этих подпространств будет лежать в каком-то одном корневом подпространстве относительно ЛА. Окей? Давайте это доказывать. Ну давайте возьмем какой-то один конкретный А. Да, для всех А оно или А инвариантно, и для всех А оно лежит в корневом подпространстве этого А. То есть на каждом из этих вейтых вот это А минус Лямбда Е действует нельпатентно. Возьмем какой-то один АСА, любой вначале, и рассмотрим корневое разложение. АСА и рассмотрим корневое разложение. Корневое разложение – это вот это, то, что у меня там теорема сформулирована. Вся алгебра А распадется в прямую сумму каких-то там W1 и так далее, WS. Корневые подпространства относительно ЛА. Первое наблюдение – все они инвариантны относительно любого ЛБ. где В принадлежит А. Ну, на самом деле, почему они инвариантны относительно ЛБ? Потому что вот у меня есть какой-то там W1, и вот он аннулируется там А минус Лямбда в какой-то степени М. А я взял еще на этот W1, B-шкой подействуем. И хочу понять, что это по-прежнему корневой вектор, что это осталось в корневом подпространстве. Ну, действую. А минус Лямбда в степени М. У меня жалгебра коммутативная, я могу переставлять, как хочу. Поэтому я получаю, что это есть B, A минус Лямбда М, W и Т. Ну, а это 0. Потому что A минус Лямбда в степени М аннулирует W и Т. Значит, по-прежнему корневой вектор. Все они инвариантны относительно ЛБ. А теперь переходим к одному АW этому и действуем по индукции. Что я имею в виду? Я имею в виду, что если этот W1 состоит из корневых векторов для всех ЛБ, то это уже наше счастье, теорема доказана. Это и есть нужное разложение. А если относительно какого-то ЛБ он распадется на несколько корневых, то они опять по этим же рассуждениям будут инвариантны относительно всех операторов умножения из нашей алгебры. И мы опять перейдем к меньшему разложению, к меньшему разложению, к меньшему разложению. Процесс закончится в силу конечной мерности. Вот такая лема. Вот у меня теперь каждая W1, оно инвариантно относительно все алгебры, она вся на ней действует. Вот я проверил, что каждая W1, инвариантно относительно B, где B любой элемент из-за. Теперь я про все остальное забыл, смотрю только на это W1. Если оно является корневым подпространством для всех операторов, то все гуд. Как раз я его беру как итоговое слагаемое в этой сумме, это то, что хотелось. А если какой-то оператор, там, LB, на нем нетривиально разлагает его вот в такую сумму корневых, то я его дальше измельчаю. И на нем эти мелкие тоже будут инвариантны относительно всех операторов. Я сейчас про большое пространство забыл, я сижу только в нем. Оно было инвариантно относительно всех операторов, а значит его корневые тоже будут инвариантны относительно всех операторов. Ну, смотрите, может так оказаться, что пространство W совпадает с одним корневым подпространством. Тривиально означает, что в этой прямой сумме одно слагаемое. Тогда оно уже целиком корневое, и это то, чего я хотел. Я хотел, чтобы все W1 лежали в одном корневом подпространстве для каждого LA. А если это не так, я измельчаю дальше. В общем, вот какое-то W1 нетривиально распадается на корневые для какого-то LB. Я их разбил на эти корневые, и они опять инвариантны относительно всех операторов нашего представления. То есть просто по максимальному разбить? Я разбиваю, пока это возможно. Понятно, что я не могу разбить меньше, чем все пространства одномерные. У меня число слагаемых ограничено размерностью алгебры A. Поэтому раньше или позже этот процесс остановится, и я получу уже такое разбивание, которое дальше разбивать нельзя. А что значит дальше разбивать нельзя? Это означает, что каждая слагаемая целиком лежит в корневом подпространстве для одного LA. Ой, товарищ, вообще ничего не успею. Давайте я сейчас на стороне немножко ускорюсь. Попробую объяснить, почему из этой лимы следует теорема. Что мы теперь видим? Мы теперь видим, что вот в этой лиме все эти VIT это идеалы. Ну, потому что вот мы с вами это сказали там в замечаниях. А значит, раз они идеалы, значит, VIT умножить на VIT лежит в VIT. А VIT умножить на VG при I не равном G. Оно лежит в VIT, пересеченное с VG. А сумма-то прямая, значит, 0. Подпространство – это линейная оболочка произведений векторов. Один из одного, другой из другого. Ну, то есть мы с вами увидели, что это разложение, оно вообще классное. Оно согласовано с умножением. Когда вы перемножаете два таких набора, они перемножаются по компонентам. Потому что точки из одной компоненты перемножаете, попадаете в эту же компоненту, а из разных получаете 0. Поэтому это действительно прямая сумма алгебр. Прямая сумма идеалов. А нитривиальный момент, над которым я вот так задумался, когда к этому готовился, это почему в этих, значит, почему в VIT есть единица. Посмотрите, мы поняли, что VIT умножишь на VIT, получишь VIT, значит, это такая типа алгебра. Множество замкнутое относительно умножения. Но мы-то хотим только алгебры с единицей изучать. У нас есть одна такая большая единица во всей алгебре А. А почему в каждом слагаемом будут свои единицы? Давайте это докажем. Давайте возьмем единицу в алгебре А и развалим ее в соответствии с этим разложением. Любой же элемент алгебры вот как-то разлагается по этим компонентам. Вот пускай единица представится как эпсилон 1 плюс и так далее, плюс эпсилон R. Это ее компоненты в этом разложении. Хочется верить, что эти компоненты будут единицами в каждом VIT. А давайте докажем. Давайте возьмем единицу и умножим на любой вектор А. С одной стороны мы получим эпсилон 1 плюс и так далее плюс эпсилон R умножить на A1 плюс и так далее плюс AR. А мы с вами только что прояснили, что умножение покомпонентное. Поэтому это будет эпсилон 1 А1 плюс и так далее плюс эпсилон R умножить на A. А с другой стороны многие слышали, что 1 умножить на A будет A. То есть A1 плюс и так далее плюс AR. То есть мы с вами видим, что поскольку сумма прямая, то раз одна сумма равна другой сумме, то значит они равны по компонентам. Значит эпсилон ИТ АИТ равно АИТому для любого АИТОВА из ВИТОВА. А значит эпсилон ИТ ЕДИНИЦА в ВИТОВА. То есть вот эти все ВИТОВА, они не просто такие себе идеалы, они аугебры с единицей. Что остается, господа, понять? Кто-нибудь еще что-нибудь понимает? Почему она локальна? Точно. Остается понять, почему они локальны. По построению. Мы как-то пока вот этими корневыми подпространствами, мы зачем-то их в ЛЕМУ там включили, а пока как-то мы ими ВИЛА портировались. Давайте воспользуемся. По построению для любого АИТОВА из ВИТОВА существует такое лямбда, что АИТ минус лямбда ИТ ЭПСИЛОН ИТ минус вот эта единица, АНИЛЬ ПАТЕНТ. Почему такое лямбда существует? А потому что мы поняли, что все операторы умножения, в частности, вот оператор умножения на АИТОВА, АИТОВА, он такой не любой элемент алгебры, он из ИТОВА компоненты, но тем не менее он все равно элемент алгебры. И для любого элемента алгебры умножение на него действует так, как корневой оператор. То есть существует такое лямбда, что если его отнять, этот оператор в какой-то степени аннулирует все вектора этого подпространства. То есть станет нильпатентом в этой степени. Поэтому вот эта штука нильпатент, а отсюда следует, давайте его обозначим ВИТОВА, а отсюда следует, что АИТОВА равняется лямбда ЭПСИЛОН ИТОВА плюс ВИТОВА. АИТОВА, но все, победа. Значит, наша ВИТОВА есть сумма констант плюс МИТОВА, где МИТОВА состоит из нильпатент. Все нильпатенты образуют идеал, в частности, подпространство. Это подпространство не содержит единицу, поэтому оно образует прямую сумму с нашей прямой, натянутой на это ЭПСИЛОН ИТОВА. И любой представим в виде такой суммы. Значит, эта прямая сумма совпадает со всем пространством. А это по нашей леме в самом начале означает, что ВИТОВА – локальная алгебра. Все, господа, громко выдохнули и доказали, что алгебра А распалась в прямую сумму под алгебр или идеалов, каждая из которых является локальной алгеброй. Я так тоже нервно сюда смотрю, но у меня еще есть минут 8, чтобы доказать эту теорему в другую сторону. Ну и, к сожалению, или к счастью, алгебрическая часть тогда займет не два занятия, а два занятия с кусочком. Я тогда в следующий раз поговорю уже про классификацию локальных алгебр. Так вот, доказательства в другую сторону. Этот сотру пока никто не видел. И напишу прямо здесь. Единственность. А вот у нас с вами было такое слово «идемпатент» в первой лекции в списке определений. Как-то вот там нельпатентами мы пользовались, обратимыми элементами мы пользовались, а вот и демпатентами как-то не очень. А как там, если ружье висит, то надо, чтобы стреляло, не пропадать же добру, правильно? Поэтому сейчас это ружье должно выстрелить. Пусть А – идемпатент. Тогда оператор ЛА умножение на А. Он тоже идемпатентен. Если два раза применить этот оператор, он в квадрате будет равен сам себе. И совершенно легкая задачка, которую я включил в листочек с задачками. Тут не надо знать ни с жадаром нормальную форму, ничего. Это над любым полем. ЛА в квадрате равно ЛА. А это означает, что... Сейчас потерялся. Это означает, что ЛА диагонализируем с элементами 0 и 1 на диагональ. Что если оператор в квадрате равен самому себе, то есть такой базис, в котором он просто запишется диагональной матрицей, этот оператор, и у него на диагонале будут стоять только нолики и единички. Больше ничего. Давайте это поверим, но это легкая задачка. Вечером с удовольствием разберем. Отсюда следует, что на каждом в ИТ оператор ЛА действует как 0 или как единичный оператор. Давайте сообразим, почему. Потому что каждая ВИТ, вот это каждое локальное слагаемое, оно у меня инвариантно относительно всех операторов ЛА. Ну, в частности, относительно и демпатентного оператора. Поэтому я могу вот к этому подпространству применить эту теорему, и в этом подпространстве мой оператор запишется в каком-то базисе диагональной матрицей, у которой на диагонале будут единички и нолики. Но если бы там были одновременно и единички, и нолики, это было бы плохо, потому что бы это означало, что относительно этого оператора в ВИ есть разное собственное значение. А я же сказал, что каждая ВИТ целиком лежит в одном корневом подпространстве. И это означает, что там может быть только одно собственное значение относительно любого оператора ЛА. Поэтому, когда я ограничиваю LA на VIT, это означает, что там этот оператор имеет либо все собственные значения 1, и тогда это просто тождественный оператор, либо все собственные значения 0, и тогда это просто нулевой оператор, потому что он же диагональный. Вот. А это показывает, что каждая А есть сумма некоторых из ε1 и так далее εr. Во-первых, поскольку их всего 2 в степени r штук, я понял, что мой идемпотент, вот у меня есть конкретное разложение, я сейчас доказал, что вот оно есть, я вот только на него смотрю, что вот в нем мой оператор действует так, на каких-то подпространствах нулем, на каких-то тождественных. Ну понятно, что тут есть конечное число только возможностей. А у меня уже есть вот эти ε, вот эти единички в слагаемых, и каждая из них на одном действует единичкой, на остальных нулем. Поэтому, если я хочу где-то единичками, где-то нулями, просто мой оператор совпадает с умножением на сумму каких-то из этих. Поэтому я, в честности, вижу, что у меня ровно 2 в степени r идемпотентов. Любой идемпотент такой, ну и любая сумма таких, она, конечно, тоже идемпотент. И тогда, товарищи, в ИТ восстанавливаются как минимальные ядра идемпотентов не равных единиц. И это доказывает единственность в ИТах. Давайте, осталось 3 минуты, еще раз, сеанс медитации. У меня есть алгебра А. Я рассмотрю все идемпотенты. Свойство быть идемпотентом ничего кроме алгебры не зависит, ни от каких базисов, разложений. Меня интересуют такие элементы, которые в квадрате равны себе. Я тут что-то поговорил-поговорил в связи с вот этим моим каким-то одним там разложением, которое я нашел. И я понял, как все эти идемпотенты выглядят в этом разложении. И я понял, что их всегда 2r штук. И они есть вот суммы каких-то эпсилон ИТах. Какие у них ядра? Какие эти идемпотенты под пространство отправляют в ноль? Но вот какие эпсилоны я взял, вот те не отправляют в ноль, а которые я не взял, вот на тех нулем действуют. Поэтому что такое 1в ИТа? Это ядро идемпотента, где я взял все эпсилоны, кроме ИТа. И это самые маленькие ядра. Самые маленькие ядра идемпотентов будут, когда я беру все эпсилоны ИТа, кроме одного. Ну, я еще могу взять все эпсилоны ИТа, и тогда я просто единичный оператор получу. Ядро будет нулевое, это мне неинтересно. Все не нулевые, но минимальные ядра. Вот они как раз будут ВАИТы. Да. Но поскольку понятие идемпотента ни от чего не зависит, я теперь забыл про всякие разложения. Я взял просто все идемпотенты, посмотрел на их ядра, рассмотрел те ядра, которые минимальны по включению. И это вот как раз ВАИТы. Значит, ВАИТы определены однозначно. Я надеюсь, что это правильно. Наверное, можно и так сказать, да. Да, 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 да. Может, так и лучше. Господа, значит, все. Вот на этом два технических утверждения закончены. И теперь я хотел как бы поговорить о приятном, но не успел. Приятное состоит в следующем. Вот как бы по моим ощущениям, любая наука, она состоит из двух частей. Вот вначале надо там продраться сквозь некие такие хитрые определения, какие-то технические лемы. А потом начинается приятная часть. Приятная часть, она зависит от человека. Кто-то любит там, не знаю, что-то непрерывное, какие-то функции. Я скорее люблю что-то дискретное. То есть мы доходим до какой-нибудь такой комбинаторной нетривиальной задачки, которую уже приятно решать. Но чтобы до нее дойти, надо было сквозь это продраться. Вот теперь мы продрались. И дальше начинается такая приятная часть классификация конечномерных локальных алгебров в терминах уже некоторых таких многочленчиков. Их там подбирать, какие-то свойства смотреть, изучать, когда они изоморфны или нет. Вот это я хотел сделать после этого, но вот сегодня уже не успеваю. В принципе, поскольку в Дубне ни в коем случае нельзя доказывать каких-то технических теорем, это публику полностью вырубает, и это политически неправильно, не затем люди сюда приехали. После таких технических теорем, раз уж начал и доказал, надо срочно сменить тему и рассказывать о другом. Поэтому делаем так. В следующий раз я немножко вначале меняю тему, продолжаю про алгебру и рассказываю про классификацию конечномерных локальных алгебр. Это уже такая приятная комбинаторная частичная штучка. И после этого я совсем перехожу к новой теме, к геометрии, к действиям групп. И там эти локальные алгебры будут очень нужны, но на уровне определений. Поэтому там уже такие какие-то технические вещи про них будут не надо. И дальше можно будет понимать, даже если тут чего-то было непонятно. Окей? Большое спасибо. Продолжение следует...